Всем привет! Я хочу поделиться с вами впечатлениями о французском премии на БР-9 и 7. Это Милан. Милан это французский истребитель-бомбардировщик и у него много минусов, но в то же время есть и свои плюсы. Начнем с того, что основная ваша задача будет в начале боя уничтожить базу противника. Для того, чтобы уничтожить базу с одного захода, нужно использовать определенный пресет бомб, который нужно составить в редакторе. Я советую вам брать 8 500 фунтовок и 2 бомбы по 400 килограмм. И конечно не забываем про 2 ракеты АИМ-9 Бэйсайдвиндер. С таким пресетом после уничтожения базы мы можем еще повоевать его в воздушном бою. В начале боя вам предстоит играть на перегонке с своими союзниками, чтобы первым добраться до базы и сбросить бомбы. Затем начинаем действовать по ситуации. Либо уходим от хвоста по скорости, либо на высоту, искать цели. Максимальная скорость у Милана очень высока. Максимальная скорость в 1400 км в час в земле это очень хорошо. Но важно понимать, что это не всегда даст вам уйти от противника. ЛТЦ у самолета нет и уворачиваясь от ракеты, придется потерять свою скорость. А это такое себе дело. Тебя обязательно догонят и убьют. Все дело в том, что на такой скорости становится неуправлением бревном. А при отрицательной перегрузке у вас еще и глохнет двигатель. А вообще, бои на этом самолете это полный рандом. Отбомбив по базе, в тебя либо влетает ракета, либо вокруг все чисто, и ты сможешь сделать пару фрагов. У меня впечатления о нем сложились. Эх, смешанные, я бы так сказал. Он так же, как и 21-й Миг или Дракен, очень быстро теряет всю свою скорость. Важно понимать, что на таком боевом рейтинге у него нету ЛТЦ. Ракеты здесь, повсюду. И у вас спокойно прилетит какой-нибудь Сайдвиндер, или Р-60, или Матромэйджик от А5, который летает где-то в космосе. Абсолютно не важно. Эту ракету хрену вернешься, если это, конечно же, не АМ-9Е или АМ-9Б. Также у самолета очень хорошо отрывается крыло. Это вообще очень интересно. Вроде скорость у тебя большая, но ты бревно. И не довернешь, как 21-й Миг. А на маленькой скорости тебя все равно собьют. И если ты будешь сильно маневрировать, то вот, пожалуйста. Крыло твое просто отлетит. Что делать? Честно, я не знаю. Хотя ладно, не буду его больше обсирать. В принципе, самолет все равно достаточно неплохой. Не могу сказать, что хороший, но вроде и совсем неплохой. На нем можно разбомбить базу. А дальше, в идеале, уходишь на высоту, ищешь себе противников. В принципе, ракетами АМ-9Б можно кого-то сбить. Да и пушки, две тридцатки, порядочно доставят неприятности противнику. Вообще, после атаки нужно действовать по ситуации. Все может быть по-разному. В данном случае я ушел на высоту. Нашел себе противника. И спокойно забрал его ракетой АМ-9Б. На большой высоте они что-то могут. А если противник уснул и летит без ЛТЦ, так это вообще идеальная мишень. Просто пусть у ракеты, и он готов. Вообще, я не понимаю, почему АМ-9Б, как и Р-3С, так сильно засирают. Вполне себе, ракета как ракета. Они хотя бы есть. У некоторых самолетов. И этого нету. Если самолет летит и не видит тебя, бам, и ты его сбиваешь. Согласитесь, это лучше, если бы у тебя были пушки, и ты бы им ничего не сделал. Так же они хорошо работают на высоте, примерно в 4-5 километров и выше. А на близких расстояниях, так это вообще бомба. Пускаешь упор, взрыв, ты летишь через облако огня и дыма. Это красиво. Касательно пушек, это старые добрые 30-очки. Что британский Адден, что французская Дефа. Отлично распиливают. Конечно же, как и любое пушечное вооружение, к ним нужно привыкнуть. Если вы стреляете, как я, у вас проблема. Но всё равно можно попасть. А там много попаданий не нужно. Вот, например, Су-25. Криво кинул в него ракету, мажу, из пушек пытаюсь попасть. Но в конце бамс, и пару попаданий хватило для отправки его в ангар. Вот такое вооружение у нашего француза. Вроде хорошее. А вроде и нет. Ну, неплохое. Отдельное удовольствие на Мелане, это, конечно же, крутить противников. Посмотрите, он пытается довернуть, но ты доворачиваешь быстрее. Контратакуешь ШФ-5? Он этого явно не ожидал. Попадание. Крит. А дальше догоняешь за счёт скорости и добиваешь. Приятно. Если бы у него были ЛТЦ, или хотя бы Дэшные ракеты, которые более-менее доворачивают, это был бы идеальный самолёт. Но, наверное, уже за другим боевым рейтингом. А сейчас я хочу продемонстрировать, как у меня проходила половина боёв на Милане. Я полетел к базе. В этом бою я её точно заберу. И получу свои 700 очков в бою. С прямым это гарантирует мне 3000 опыта. А за победу, возможно, и все 8. А если есть усилители, таким образом, можно достаточно быстро прокачать ветку. И это хорошо. Но, к сожалению, если ты только начал кончать французов, и экипаж тебе не прокачан, ты корм. Я, когда его купил, у меня был до этого Як-3, и экипаж прокачанный до 20 уровня. Приходилось летать без экспертов, и это была боль. Ты постоянно теряешь управление из-за перегрузок. Ничего не можешь сделать. Вся твоя манёвренность уходит на нет. А знаете, какая самая большая проблема этого самолёта? Это старые, добрые. Ну, точнее, в нашей игре относительно новые штурмовики А-10 с их ракетами АМ-9, с сериакурсными, которые по тебе их пускают с 3 километров в лоб. Я не знаю, как от них уклониться, честно. Это просто такая проблема. Что бы вы ни делали, куда бы вы ни летели, они вас достанут. Достанут и отправят в ангар. Ну ладно, это я преувеличил. Конечно же, от них можно уйти, если он пускает по вам ракету вдогонку. Или вы летите на сверхзвуковой скорости. Тогда да, вы от неё можете уйти. Но если расстояние небольшое, особенно если он пускает вам её в лоб, честно, я понятия не имею, как можно уйти от этой ракеты. На Миге-21 мне это удавалось. Меланжи на высокой скорости бревно неманёвренное. Она низкая, но ясное дело, ты не увернёшься. Если подытожить, то бывают достаточно неплохие бои. Вот, например, я лечу на базу. Сейчас я её разбомблю. Бомбу скину. Смотрю, опа она. Прак летит, Су-25. Кидаю по нему ракетку. Братишка наш летит без скорости. Зазевался, не увидел. ЛТЦ не кинул. И всё, я его забрал. Но летит в меня две ракеты. Р-60 и АМ-9Л. От Р-60 я ухожу. А что я могу сделать с Элькой? Ничего. Я пытаюсь как-то уклониться. Может, я делаю что-то неправильно. Я не знаю. Я, короче, полетел в ангар. Помимо АМ-9Л, меня бесят ещё хантеры. И харьеры с этими ракетами. Срам. Или как их там. Ну честно, я без ЛТЦ не умею. Вот он такой вот. Мелан, думайте сами, покупать его или нет. Напишите что-нибудь. Буду рад пообщаться.